Твоё имя? Морган Джонс. На протяжении всей франшизы «Ходячих мертвецов» Морган Джонс в исполнении Лени Джеймса играл важную роль в группе Рика Граймса, а затем сам стал лидером выживших, присоединившись к спин-оффу сериала «Бойтесь, ходячих мертвецов». Шестой эпизод восьмого сезона стал последним для актёра. В этом эпизоде нам раскрывают самые странные и необъяснимые реплики Моргана проливая столь необходимый свет на персонажа, а также показывают завершение его сюжетной линии в сериале. В этом видео мы поговорим про весь путь, который проделал Морган до финала, узнаете, что означают его странные фразы и видения, а также разберём, что означает его уход из сериала и где он ещё появится. Предупреждаю, будут спойлеры. Морган Джонс Морган Джонс впервые появился в первом сезоне «Ходячих мертвецов» ещё в далёком 2010 году. В самой первой серии он встретил ослабленного Рика Граймса, который пару часов назад вышел из комы и ещё не знал, что прежнего мира больше нет. Что за рано? Говори. У Моргана была семья. Жена и сын Дуэн. Жена обратилась в первые дни заражения, а Дуэн был укушен за кадром позднее. Как выяснилось в восьмом сезоне «Бойтесь, ходячих мертвецов», Морган не смог убить обратившегося сына и приковал его в подвале дома. Помоги! Папа, папа! После встречи с Риком, Морган в следующий раз появился на экране в третьем сезоне. Рик и Мишон находят его в плохом психологическом состоянии. В целях безопасности Рик связывает ему руки. Он читает странные надписи на стене, по которым понимает, что Дуэн стал ходячим. Морган просыпается, берёт нож, спрятанный под кроватью, и перерезает верёвку. Он нападает на Рика, который говорит, что они уже встречались, но Морган ему отвечает «Я тебя не знаю». Он ударяет ножом Рика, но тот выбивает оружие и приставляет ствол пистолета к его голове. Морган умоляет его убить, но снова становится связанным. Морган рассказывает Рику, что не слышал его сообщения, потому что сначала долго настраивал рацию, а потом искал место, где она будет ловить сигнал. Он сидел на той крыше с сыном каждое утро, но так ничего и не услышал. Рик предлагает Моргану присоединиться к группе в тюрьме, но тот отказывается. В пятом сезоне нам снова показывают возвращение Моргана. Он снимает маску и видит надпись от Рика «Убежища нет». Позже Морган спасает Дэрила и Аарона от окруживших их ходячих, и Аарон рассказывает про сообщество. Но Морган говорит, что ему есть куда идти, и что он заблудился. Он попросил Дэрила показать ему направление в Вашингтон, и показал карту из церкви. Дэрил замечает имя Рика. В конце серии Дэрил и Аарон приводят Моргана в Александрию. Рик стреляет Питу в голову, и в этот момент его встречает Морган. После войны с Ниганом, Морган покидает основной сериал, и присоединяется к четвертому сезону спин-оффа «Бойтесь ходячих мертвецов». Там у него начинается новая история. А у вас что за история? Шестой эпизод восьмого сезона даёт объяснение фразе Моргана «Всё, что я вижу, это красное». На протяжении всей франшизы «Ходячих мертвецов» Морган упоминал и намекал на свои странные видения красного. Хотя легко предположить, что это просто метафора гнева или насилия, но шестой эпизод восьмого сезона предложил более оригинальные объяснения, цитаты с неожиданными и странными визуальными эффектами. Во время эпизода Морган иногда впадает в ярость. В эти моменты шоу окрашивается в красный цвет, как будто Морган действительно видит мир в этом кровавом цвете. Такие видения, как оказалось, были связаны с потерей его жены. Поклонники сериала давно заметили, что с психологической точки зрения у Моргана не всё в порядке. Персонаж часто меняет своё мнение и странно себя ведёт, в отличие от других персонажей. После этих видений, группа ему объясняет, что когда он впадает в неконтролируемую ярость, то беспощадно убивает ходячих и замахивается топором на своих, в частности, на Мэдисон. Кроме того, он по незнанию написал безумные сообщения на стенке вагона поезда. Морган говорит Мэдисон, я как будто вижу красное. Всё, что я вижу и всё, что я делаю, я убиваю. Красная пелена на глазах. Я вижу лишь её и только убиваю. В той же сцене появляется другая неправильно понятая фраза Моргана «очистить». И ей даётся объяснение. Во время своих красных видений, Морган говорит Мэдисон, всё, что я делаю, это убиваю. Снова и снова, пока я не пройду очистку. Ходячие люди, я не вижу никакой разницы. Это связано с тем, что Морган написал на стене. А именно, Грейс обратилась. Очистка. Ты не можешь бежать. Собрав все эти слова вместе, Кажется, что значение фразы Моргана «очистить» заключается в том, чтобы очистить плохие воспоминания о том, что с ним случилось, а также избавиться от своих врагов с помощью насилия. Эпизод становится неплохим завершением характера Моргана в целом. Когда он возвращается в третьем сезоне «Ходячих мертвецов», эпизод называется «очистить». А когда он уходит в восьмом сезоне «бойтесь ходячих мертвецов», эпизод называется «всё, что я вижу, это красное». В целом, эта арка отражает борьбу Моргана смириться со смертью его близких, а также с его насильственными действиями во время апокалипсиса. Все эти фразы отражают его глубокие внутренние переживания. И теперь им наконец-то дали ясное объяснение. В целом, шестой эпизод улучшает роль Моргана во франшизе «Ходячих». В то время как третий сезон оригинального сериала представил Моргана как человека, находящегося на грани психического расстройства из-за смерти его жены и ребенка, этот последний эпизод подвел его путешествие к окончательному завершению, когда он наконец преодолел свои страхи после смерти Грейс и многих других. Главное – признать их. Странные цитаты Моргана раньше были загадкой, скрытой глубоко внутри него, но теперь его арка вылезла наружу, благодаря его признанию Мэдисон. Таким образом, спин-офф предоставил Моргану неплохую концовку, которую он заслужил. Хотел тебя поблагодарить и за то, что помогла снова найти себя. Грустно видеть, что любимый актерский состав «Ходячих мертвецов» покидает франшизу. История Моргана определенно получила сильный финал. Были даны ответы на вопросы и преодолена травма. Кроме того, сообщение Моргана Рику содержит множество намеков на то, куда его персонаж может пойти дальше и связать себя в будущем франшизы. В общем, завершение красных и чистых строк Моргана – это неплохая концовка его истории. Морган был ключевым персонажем во вселенной «Ходячих мертвецов» с первого сезона оригинального сериала. После длительного периода выживания в одиночку, Морган стал одним из главных актеров шестого сезона «Ходячих мертвецов». Однако после войны со спасителями в восьмом сезоне оригинального сериала Морган решил путешествовать в одиночку, боясь потерять других людей. В конце концов, он стал главным героем «Бойтись Ходячих мертвецов», начиная с четвертого сезона. Теперь, когда Морган после своего ухода не вернется в спин-офф, Мэдисон, бывший главный герой сериала, скорее всего станет главным героем последних шести эпизодов. Трейлер второй части восьмого сезона показывает возвращение Виктора Стрэнда, а сцена после титров шестого эпизода намекает на выживание Троя Отто из третьего сезона. На самом деле, сценаристы сделали правильно, что убрали Моргана в середине финального сезона. Он не был главным героем этого шоу. История спин-оффа начиналась с истории семьи Мэдисон, но после того, как актеры постепенно начали покидать шоу, сценаристы ввели Моргана, чтобы хоть как-то поднять рейтинги и двигать историю дальше. Уход Моргана в середине сезона освободил дорогу для Мэдисон, Алиши и Стрэнда. С них начался сериал, на них он и должен закончиться. Спин-офф заканчивает историю Моргана, но его последний эпизод намекает на то, что персонажа скорее всего еще вернут. Хотя актер в интервью сказал, что больше не вернется к этой роли. В любом случае, в конце показали, как он говорит по рации Рику, что найдет его. Возможно, он снова появится в предстоящем сериале про Рика и Мишон, который сейчас уже снимается. Или его добавят в другие отдельные сериалы вселенной. Сейчас у AMC их несколько. Спин-офф про Мэгги и Нигана в Нью-Йорке и Дэрила во Франции. Также запланированы и другие проекты, но сейчас они находятся на ранней стадии разработки. Спин-офф попрощался с Морганом, но пока еще не ясно, когда и где нам ждать возвращения актера к своей роли. Я буду повторять это сообщение каждое утро на рассвете и оставлять рацию, включенную несколько минут. То, что Морган может встретиться с Риком в его спин-оффе, не должно сильно удивлять. У Моргана есть тесная история с военными из Гражданской Республики, которые забрали Рика. Об этой организации Морган еще узнал в пятом сезоне. Он также видел один из их вертолетов. Если он узнает, что они забрали Рика, то его опыт в борьбе с ними, безусловно, ему понадобится. Если ты скажешь, где пилот 17, мы их не убьем. Грайс, прости меня. Это кажется невероятным, что Морган действительно ушел из восьмого сезона Бойтесь Ходячих. Он был важной частью как спин-оффа, так и оригинального сериала с самого начала франшизы. Причем персонаж был первым живым человеком, которого Рик встретил после пробуждения от комы в первом эпизоде. Тем не менее, сценаристы в восьмом сезоне сделали все правильно, чтобы положить конец роли Моргана сейчас, вместо того, чтобы растягивать судьбу его персонажа, или что еще хуже, убивать его ради шока в середине сериала. А что вы думаете по поводу ухода Моргана из сериала? Появится ли он еще? Оставляйте свои комментарии, а также подписывайтесь на канал. Ролики походящим еще будут. Субтитры сделал DimaTorzok